МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало новым героям уже поставил молдаванин Егор Латул. Парень, который снял в Кишиневе сериал под названием «Героизация». Начну с главного. Сериал. Что за сериал? Откуда идея? Расскажи об этом. Мне бы хотелось, чтобы была какая-то интересная история о том, как она появилась, идея. Но нет. Однажды пришла в голову мысль снять что-то о людях со сверхспособностями. Эта тема сейчас актуальна. Но повернуть немного другим боком. Тут у персонажей есть способности, но все крутится не вокруг них, а вокруг взаимоотношений между ними. Давно ли желание, извини, пришло снять что-то? Снять что-то? Ну, со школы. Со школы. Я снимаю со школы. Как только появился в руках телефон, на которой была камера, мы снимали короткие видео. Затем уже какая-то мыльница появилась. Мы собрались с друзьями во время перемен или после школы. И снимали видео. И до сих пор это желание осталось. Сериал вы снимали и снимаете в этом году? Он уже почти готов? Да. Первая серия должна выйти, надеюсь, в августе. Если нет, то в сентябре. Первая серия выйдет в интернете? Да, на ютубе. Ты сказал, что ты с детства увлекаешься, возникает желание снимать. Когда вот точно пришло понимание, что я сниму сериал в Молдове про героев? Это было зимой. Мы начали снимать в январе. Но так как команда большая, и у каждого то школа, или университет, или работа, приходится подбирать время для всех, когда все могут участвовать. Поэтому съемочный процесс растягивается на недели, месяцы. И приходит. Иногда мы снимаем одну сцену в неделю, иногда получается и пять. А почему сериал про героев? Не про любовь, не про политику, не про интриги, а про героев? Это сериал про борьбу, скорее. Про жестокость, про жестокий мир, в котором мы и находимся. Там есть тема любви, но она тоже раскрывается не так уж и положительно. Заканчивается она неположительным концом. Ты сам снимаешь, ты сам монтируешь, и твоя идея, твой сюжет. Идея пришла в голову случайно, как я сказал. Затем я обдумывал это в голове. За неделю написал сценарий. Подумал, да, это стоит снять. Начал собирать людей, то есть предлагал знакомым, друзьям или ВКонтакте писал просто на обум. Ну что-то актерское, понятно, не факт образования, просто умение играть. Я сначала пытался найти людей с актерским образованием и писал им, но они все заняты или для них это слишком. Получается, сериал про героев, про добро и зло. Какие сюжетные линии, какие повороты? Понятно, не нужно рассказывать, что и как, например. Да, я не буду спойлить. Сцены выстроены не в хронологическом порядке. Они распределены в разброс. Поэтому сохраняется много интриг и много крючков, которые будут держать зрителей во внимании и поддерживать интерес. Насчет сюжета в сериале затрагивается тема того, что весь мир нуждается в героях. Один из главных персонажей нашел особые грибы, благодаря которым люди, которые их принимают, один раз просто пробуют, они получают сверхспособность. Это сила, которая зависит от того, чем движило, что движило этим человеком до этого, какие у него были цели в жизни. Не говорится, какой город. Здесь нет ни политики, ни названия денег. Потому что в этом нет смысла. Это просто история. Я не хотел привязывать это к нашему городу или к каким-то конкретным объектам или людям. А почему не привязывал? Чтобы как-то не удешевить фильм, возможно, в сериал? Она рассчитана на всех. Она не снимается для жителей этого города. Она снимается просто для людей, кому это будет интересно. Может быть, было бы важно, чтобы я сказал что-то патриотическое. Но нет, мы снимаем, потому что знаем, что найдутся люди, которым это будет интересно. Это более развлекательный сериал. За границей, даже далеко можно не идти, Россия, снимает для телевидения, чтобы заработать на этом. Ты пробовал как-то свой сериал предложить? На телевидении его не пропустят, потому что там жесткая цензура. Там что, мат употребляется? Да, там есть и маты в определенных случаях, когда это действительно необходимо. То есть мы снимаем это не для каких-то определенных каналов. Мы снимаем это для себя, и нас ничто не ограничивает. Мы можем делать это как хотим. Да, это не приносит деньги. Это минус. Но плюс в том, что мы свободны. И если в какой-то сцене, допустим, персонаж должен заматериться, это очевидно, он бы не мог промолчать. Но мы это делаем, мы снимаем. Там много жестокости, которые тоже не пропустят телевидение. Наоборот, сейчас жестокость, чем больше показано крови, тем больше рейтинг. Человек, который снимает, у него есть цель в дальнейшем сериалы снимать не для интернет-аудитории, а что-то глобальное, большое. Да, пока мы снимаем, мы развиваемся, и мы повышаем уровень съемки. И опыт растет, потому что много монтажа. Получается шесть серий, хронометраж. Каждая серия минут 10-15. Каждая серия по шесть сцен. Герои иногда имеют сверхсилы. Что твои герои имеют? Сверхсилы. Ну какую? Как ее воссоздать и показать, имея при этом камеру? У нас нет тому же человека, кто бы занимался спецэффектами, поэтому нам приходится придумывать что-то уже на месте съемок. Есть простые способы. Допустим, если какой-то персонаж способен левитировать предметы, мы привязываем нитки, и затем уже нитки можно отрезать. Это нетрудно. Есть девушка, у которой появилась способность, это сила, сверхсила. Она может поднимать людей. Мы тоже самое делаем. Мы зовем кого-то на помощь, мы просто поднимаем человека за ноги и снимаем повыше, чтобы это казалось, что она поднимает его. То есть мы обычно... Это не спецэффекты. Мы снимаем прямо уже на месте. Ты не только ограничиваешь себя сериалами, ты также снимаешь клипы. О чем они обычно? И также я знаю, что ты снимаешься там. Я снимал клип двум рэперам. Мы как раз договорились о том, что я помогу со съемкой клипа. А парень, который... Это бесплатные съемки были? Вартер. Алик, которому я снимал клип, он будет озвучивать героизацию. Потому что звук на камере плохой, мы будем все отдельно еще переозвучивать. Это что, еще месяц уйдет на это. За твоими плечами два клипа? Или еще есть? Еще три, в общем. В каких клипах ты снимался? Бога нет. Бога нет? Это был первый клип. То есть это была проба пера. Мы решили попробовать. Ты снимал и был в кадре также? Или снимали друг? Снимал мой друг. Друг. Ну, по твоему плану, по твоей задумке. Почему такая тема? В православной стране ты пишешь песню, или ты написал, да, слово, что Бога нет? Мне нравится затрагивать темы, которые беспокоят людей. На которых наложено табу. Вот, вот сейчас как раз символично. Получается, атеист, Бога не веришь, и ты решил высказать свою субъективную точку зрения. Да, верно. Ты, получается, самоучка, который сам все методы ошибок. Смотрел фильмы, пытался перенять какие-то методы, читал учебники по операторскому искусству и сценарному примеслу. И таким образом сам. А что трудно парню, который новичок и начинает что-то делать новое для Молдовы? Сложности. Нет каких-то определенных сложностей. Есть преграды, препятствия, которые легко можно осилить. Я не могу выделить что-то определенное. Тут сейчас зритель подумает, парню 23 года, не учится, прошел какие-то курсы, снимает видео, которые не приносят деньги. За какой счет ты живешь тогда? Я работаю полдня. Работа есть? Да. Если не секрет, что за работа? Это офис по полиграфической продукции. Делаю дизайн макетов в фотошопе. Полдня. Ты раньше этим занимался, работал в плане? Или разные были? Разве что подработка была по дизайну. Ну, фотошоп. Вообще я обычно менял работу. По три месяца работал. То там, то там, то там. Не могу задерживаться долго на одном месте. Вот до... Даже во время съемок сериала я устроился по своему профилю в видеосалон. Мы снимали свадьбу или... Кстати, по поводу съемок свадеб. Почему ты этим не занимаешься? Это прибыльное дело в Молдове. Этим все грешат. А ты как-то так это отодвинул. Полиграфия, сериалы. Почему? Летом стыдно этим заниматься? Нет, не стыдно. Я изначально просто не пробовал. У меня не было для этого аппаратуры. Она появилась у меня только прошлым летом. И то для свадеб нужно еще... Еще что-то. Еще что-то. Еще аппаратура. А что сложно в Молдове, в Кишиневе, тебе лично? В плане реализации, работы, жизни, съемок сериала? Насчет съемок сериала никаких проблем я здесь не вижу. А насчет жизни? Насчет жизни. Тут меньше возможностей, конечно, чем в других странах. Если есть идея, единомышленники и огромное желание показать миру что-то новое, дерзайте и творите. Так как только в таком сочетании появляется что-то гениальное и новое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!